Уважаемые председатели президиума, уважаемые коллеги, в настоящее время нет большой необходимости доказывать роль опухолевого микроокружения в судьбе опухоли. Известно, что свойства клеток микроокружения в значительной степени определяют биологические свойства опухолевых клеток, определяя таким образом их пролиферативный потенциал, инвазивность, способность к ангиогенезу. Метастазирование, химиочувствительность, химиорезистентность и также определяют подавление иммунного ответа в отношении опухолевых клеток. Иммуноинфильтративный компонент микроокружения составляет значимую часть опухолевого микроокружения и также играет значимую роль. Среди клеток иммуноинфильтративного компонента значимую роль играют такие клетки, как миелоидные супрессоры, гендритные клетки и опухоль, ассоциированные макрофагием. Самое интересное в том, что общий моноцит является одним из тех клеток, является пластическим ресурсом для всех этих трех популяций клеток. Соответственно, в зависимости от того, как будет поступать от свойств моноцитов, будут зависеть свойства клеток опухолевого микроокружения и, соответственно, судьба самой первичной опухоли, клиническое течение заболевания и его исход в конечном счете. До недавнего времени моноцит считался обычной транспортной формой. А определение свойств и дальнейшая дифференцировка макрофага при поступлении в ткань определялось в зависимости от тех сигналов, которые он получал, вернее, моноцит, приходя в ткани, превращаясь в макрофаг, дендритную клетку либо миелоидный супрессор, в зависимости от тех сигналов, которые он получал непосредственно в опухоли. Эти сигналы определяются, соответственно, непосредственно цитокиновым окружением, контактными взаимодействиями с ближайшими клетками соседями, близостью к сосудистому руслу, гипоксии, архитектоникой самой опухолевой ткани. Поэтому, соответственно, в разных частях опухоли судьба клеток, пришедших в опухоль, была различна. Соответственно, они могли дифференцироваться на примере макрофага либо в М1 сторону, либо в М2 сторону, отличающуюся. Это являются крайними полюсами ответа взаимодействия с опухолью и ответом на неё. Если М1 обладает определённой противоопухолевой, в определённых условиях противоопухолевой токсической активностью, то М2 в общей степени всё-таки обладает опухолестимулирующей, содействующей опухольному росту активностью. Однако с открытием феномена неспецифической иммунной памяти отношение к моноциту изменилось. Стало понятно, что моноцит может иметь определённую предетерминированность, находясь в периферической крови, обретая её либо непосредственно в периферической крови, либо, возможно, ещё ранее, на стадии своего созревания в костном мозге и призыва внешними сигналами для выхода. Механизмами неспецифической иммунной памяти являются метилирование, наличие микро-РНК и гистоновый код. Таким образом, циркулирующие факторы, находящиеся в циркуляции, в периферической крови, способны формировать определённый запрос, нести определённую информацию и задавать определённую предетерминированность моноциту, который приходит в ткани уже не наивным, если мы употребим такие слова, которые были до этого допустимы к Т-лимфоцитам, а уже моноцитам, имеющим определённую поляризованность. И, соответственно, имея определённую предрасположенность к поляризации, к дифференцировке в те или иные клетки, он, опять же, задаёт, является источником для формирования тех или иных популяций клеток опухолевого микроокружения. Опять же, продолжает тот же самый патогенетический путь, изменяя свойства опухолевых клеток, изменяя динамику опухолевого процесса и клиническое его течение. Однако, соответственно, нас заинтересовало, какие факторы определяют свойства циркулирующего моноцита. И это явилось целью нашего исследования. В данном случае мы рассматриваем факторы опухолевой природы, влияющие на функциональный статус моноцита в периферической крови при раке молочной железы. В исследования были включены 40 пациенток с раком молочной железы, проходившие лечение в клинике и неонкологии города Томска. Они имели от первой до третьей стадии стадирования. Для ряда показателей была использована группа сравнения. Это здоровые женщины, не имеющие в данный момент обострения хронических воспалительных заболеваний. Исследование проводилось до начала противоопухолевого лечения. Параметры моноцитов, которые мы следовали, это экспрессия поверхностных маркеров, дифференцировки поляризации рецепторов к индукторам поляризации, секреция внутриклеточных цитокинов интерферона альфа, интерферона, о господи, интерлекина 1-бета и фактора некрозоопухоли альфа, экспрессия генов, ассоциированных с воспалением, М1, М2, поляризация моноцитов-макрофагов. В качестве метода анализа был использован дисперсионный анализ, факторы, которые мы использовали для оценки влияния на дисперсию свойств моноцитов. Это наличие опухоли, размер первичного очага, вовлеченность региональных лимфатических узлов, молекулярно-генетический потип, чувствительность к цитостатическим воздействиям, уровень циркулирующих ипкам положительных и стволовых, ипкам положительных CD44, положительных CD24, в сфере отрицательных опухолевых клеток, уровень цитокинов, интерферона гамма, фактора некрозоопухоли, интерлекина 1-бета, интерлекина 4-го, для определенной характеристики воспалительного статуса, и уровень фактора миграции моноцитов МСП-1. Действительно, перед тем, как начать анализировать результаты, хочется сказать, что влияние опухоли, показанное в экспериментальных работах инвитро, обладает действительно большим влиянием на свойства моноцитов, в частности, на их возможность дифференцироваться в определенные клетки, в определенные макрофаги. В зависимости от того, с какими клетками сокультивируются моноциты, либо это будут клеточные линии рака молочной железы, либо колоректального рака, они способны диаметрально обретать диаметрально противоположные свойства М1 либо М2 поляризованных макрофагов. В нашем исследовании мы также выявили, что наличие опухоли в сравнении с показателями здоровых людей значимо влияет на изменение свойств моноцитов. Прежде всего, это увеличение самого количества моноцитов, то есть определенный моноцитоз, что, в принципе, отмечено в литературе. Интересным фактом было увеличение так называемой классической субпопуляции моноцитов у больных рака молочной железы. По литературным данным, данная популяция по одной из гипотез является как раз предшественниками М1 опухоли ассоциированных макрофагов. Однако, возможно, увеличение CD14 положительной популяции у больных рака молочной железы в нашем исследовании связано с циркуляцией так называемых рака ассоциированных макрофагоподобных клеток, которые также несут CD14 маркер. Однако, для дифференциальной диагностики и выявления данной популяции необходима оценка также еще цитокератинов, которую, к сожалению, в данной работе мы не делали. И интересным феноменом также можно сказать уменьшение М2 поляризованной популяции классической, то есть М2 CD163 положительной классической популяции. Что тоже несколько противоречит предполагаемым ожиданиям, потому что известно, что для больных рака молочной железы, для всех больных злокачественными образованиями, предположительно, мы ожидали увеличение М2 поляризованных клеток в циркуляции. Наиболее сильное влияние наличие опухоли оказало на экспрессию генов. Вот практически все, вернее, не практически, а все гены просто в разной степени статистической значимости из оцененных нами были угнетены, правда, с разной степенью вовлечения, угнетения. Наибольшим угнетением отличались гены интерлекина 6, интерлекина 8 и YLK 40. Несмотря на то, что все эти три гена являются маркерами М1 поляризации, однако для других генов, характеризующих М2 поляризацию, такие как YLK 39 и стабилин 1, также была отмечена степень угнетения их экспрессии. Вероятнее всего, это отражение определенного феномена энергии, который, опять же, был ранее отмечен для Т-лимфоцитов, вероятно, также влияние опухоли сказывается и на моноситарное звено, приводя их к определенной энергии функции, функциональной энергии. Наличие опухоли, скажем, что это все-таки определенный интегральный показатель, интегральный фактор, который складывается из каких-то конкретных феноменов. В нашем исследовании при оценке наличия первичного опухоли, вернее, размера первичного опухолевого узла вовлечении лимфатических узлов, не было отмечено значимого влияния на дисперсию свойств моноцитов. Однако и молекулярно-генетический потип также не оказал подобного влияния. Однако чувствительность опухоли к химиотерапии на уровне тенденции сопровождалась определенными изменениями в свойствах. Это было снижение общего количества моноцитов CD68 положительных клеток, однако возрастали клетки функционально активные, экспрессирующие интерлекин-1-бета внутриклеточным. Мы, соответственно, предположили, что, наверное, какие-то конкретные молекулярные клеточные механизмы должны в большей степени быть ассоциированы со свойствами моноцитов. И можем выделить такие следующие три группы факторов, которые нам показались интересными. Это цитокины, экспрессируемые как опухоли, ассоциированные макрофагами, так и опухолевыми клетками, циркулирующие в периферической крови. Сами опухолевые клетки. И также экзосомы. Но экзосомы в данном исследовании мы не оценивали. Влияние уровня воспалительных цитокинов, таких как интерферон гамма и фактор некроза опухоли, привел к страстически значимому, вернее, на уровне тенденции, снижению популяции ТЛР-2 положительных моноцитов, которые можно в определенной степени отнести к воспалительным моноцитам. Это достаточно, как бы, тоже неоднозначный феномен, но вот так вот у нас получилось. Однако влияние главного фактора миграции моноцитов MCP-1 сопровождалось возрастанием популяции CD19 положительных моноцитов, то есть моноцитов, несущих рецептор к интерферону гамма, который является главным индуктором М1-поляризации клеток моноцитарно-макрофагального ряда. С одной стороны, известно, что MCP-1 – это неблагоприятный признак для злокачественных новообразований. Но, с другой стороны, в литературе имеются сведения о том, что высокие дозы MCP сопровождаются регрессией первичного опухолевого узла в сравнении с более низкими значениями. Возможно, вот этот механизм регрессии первичного опухолевого узла, вернее, он связан с притоком моноцитов в ткани, и возможно, что именно приток моноцитов, экспрессирующих рецептор к интерферону гамма и способных поляризоваться в сторону М1, является основой данного феномена. Ну и следует отметить, что, да, экспрессия гена интерлекина-8 была статистически значимо снижена при высоком уровне MCP. Влияние циркулирующих опухолевых клеток, которые мы определяли как имп-кам положительные, повлияло на увеличение, вернее, высокий уровень данного показателя сопровождался высокими значениями CD68 положительных моноцитов, также несущих, эта же популяция несущая рецептор ТЛР-2 и возрастанием М2 поляризованных моноцитов в циркулирующей крови. Однако более высокое количество циркулирующих стволовых опухолевых клеток приводило к увеличению моноцитов, экспрессирующих рецептор к интерферону гамма. Таким образом, мы показали, что опухоль действительно влияет посредством определенных своих факторов, влияет на изменение свойств моноцитов. Однако хотелось бы перед тем, как завершить доклад, провести некоторую структуризацию с позиции того, что опухоль все-таки способна, действительно... Образ весов появлялся сегодня уже, наверное, по крайней мере, один раз в предшествующих презентациях, что опухоль действительно может являться как объектом воздействия, то есть индуцировать определенный ответ иммунной системы, либо являться субъектом воздействия и оказывать влияние на иммунную систему, подчинять ее себе и своим собственным нуждам. То же самое происходит, собственно говоря, и с моноцитовым моноцитарно-макрофагальным ряда. На примере того, что М1 – это представитель ответа на опухоль, как на объект, в то время как моноцит в макрофаге М2 – это уже следствие подчинения опухоли своим нуждам и обеспечения ее потребностей. Поэтому мы бы хотели, конечно, узнать, какие свойства опухоли в определенной степени приводят к индукции М1 свойств в моноцитах и какие – М2. И вот такая резюмирующая схема показывает, что все-таки в основном влияние опухоли на моноциты является амбивалентным. Большее количество из оцененных нами факторов влияет как в М1, так и в М2 сторону экспрессии свойств. Только за исключением, как ни странно, количество циркулирующих стволовых опухолевых клеток приводит однозначно к увеличению, к смещению в М1 сторону поляризации. Но, однако, возможно, в этом и есть определенный биологический смысл. Вероятно, чем более агрессивна опухоль, тем более она на определенной степени, в стадии, по крайней мере, более иммуногенна. Ну и завершающий слайд – это как резюмирующий мой доклад. И благодарю за внимание. Грант исследования поддержан РФФИ. Благодарю за внимание. Пожалуйста, вопросы. Спасибо большое за очень интересный доклад, за информацию, которая нас всех волнует. Такой вопрос. По вашему мнению, почему опухоль становится более иммуногенной на поздних стадиях заболевания? Почему опухоль становится более иммуногенной на поздних стадиях заболевания? заболевания. Если я правильно поняла с ваших слов. Вы ссылаетесь на наши данные, я просто… Нет, не на ваши данные. Вот сейчас прозвучало про более иммуногенную опухоль. На более ранних или на более поздних? Может, я не понимаю? У нас, если основываться на наших данных, то есть мы посмотрели уровень циркулирующих стволовых опухолевых клеток. Это были не поздние, не ранние стадии, потому что это были не метастатические опухоли, то есть гематогенного метастазирования не было. Я не могу сказать, что это было позднее уже развитие опухоли. Это просто больные, в зависимости, видимо, от биологии их опухоли, имеют разный уровень циркулирующих и стволовых опухолевых клеток в циркуляции. И вот именно когда в зависимости от биологии опухоли, если этот уровень высок, то это я предполагаю, что она более иммуногенная. Это моё объяснение полученных результатов, потому что появляются моноциты, экспрессирующие рецепторы к интерферону гамма. До такого твёрдого убеждённого заявления, что действительно она более иммуногенная, ещё, я думаю, следует провести некоторое количество исследований. Спасибо большое. Извините, можно? Пожалуйста. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, всё-таки, на каком этапе жизни моноцита происходит окончательная стабилизация, в какую клетку он будет дифференцироваться? Большое спасибо за вопрос. Этот вопрос, наверное, остаётся действительно открытым до сих пор, поскольку клетки моноцитарного карфагального ряда обладают удивительной пластичностью, и до сих пор неизвестно, когда они окончательно дифференцируются. Наверное, только в момент гибели и завершается окончательная дифференцировка. Даже потому что, приходя в ткань и обретая какой-то фенотип, всё равно существует предположение, что они способны менять его и там, под действием определённых факторов. Хорошо, но вы же определили, что поляризация происходит именно гуморальными факторами, то есть это уже как минимум в крови должно быть. Видимо, существует определённый арсенал сигналов, которые способны моноциты изменить в ту или в другую сторону. Так. Ну, это может происходить, это действительно может происходить точно в костном мозге. Я насчёт циркуляции пока не могу точно представить, где и когда и в какой момент это может происходить, пока мы связываем просто с факторами. Понятно, спасибо. А скажите, а микроокружение вы полностью уже тогда исключаете из процесса влияния на дифференцировку моноцита? Нет, я абсолютно не исключаю. Я просто ещё говорю, что это дополнительный фактор. Если до этого считалось, что только микроокружение является значимым фактором, вот в этом это создаёт ещё более сложную картину, что если раньше приходил такой чистый моноцит, и на него что-то действовало в опухоли, и мы могли что-то просчитать, теперь ещё увеличивается, по крайней мере, на какое-то количество степеней свободы эта сложность процесса. Теперь ещё влияют факторы циркуляции, как минимум. Да, спасибо. Пожалуйста, Тария Григорьевна. Вы знаете, у меня такой вопрос, почему вы так очень сильно ориентируетесь на количество циркулирующих опухолевых клеток и проводите всю параллель? Ведь по последним всё-таки литературным данным, именно циркулирующие опухоли, ну если их не миллионы, конечно, а небольшое количество, оно не влияет на прогноз заболевания, и у вас может циркулировать тысячу клеток, десять тысяч клеток, но это не говорит о том, что это особенность самих циркулирующих клеток. То есть есть, которые обладают ангезией, есть, которые большинство этого не обладают. И вот почему вы взяли за основу именно циркулирующие опухолевые клетки и на них строите своё исследование? Большое спасибо за вопрос. Я не взяла за основу, это я, просто это один из результатов, который получился у нас, и на мой взгляд он заслуживал интереса для обсуждения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok